Ну а перед просмотром хочу пояснить, что это компиляция видео Эндрю Тейта про настоящую мужественность. Про то, как быть настоящим мужчиной или как им стать. Если вы хотите больше таких видео, переходите в наш телеграм-канал. Либо пишите об этом в комментариях, и мы будем продолжать выпускать такие длинные видео мотивационного характера. Ну и не забывайте покупать курсы Эндрю Тейта по лучшим ценам и с лучшим переводом и озвучкой. Все в нашем телеграм-канале Эндрю Тейт нижнее подчеркивание РУС. Ссылка будет в описании. А теперь приятного просмотра. Почему я тренируюсь? Нравится ли мне это? Нет. Нравится ли мне тренироваться? Нет. Нравится ли мне гонять вес? Нет. Неужели я нервничаю? Да. Думаю ли я про себя? Чем я занимаюсь? Да. Совершенно верно. К сожалению, это одна из тех вещей, с которыми ты либо рождаешься, либо нет. Единственный способ, которым я могу объяснить это, чтобы попытаться придать этому хоть какой-то смысл, заключается в том, что если я не делаю чего-то, что является либо чрезвычайно трудным, либо чрезвычайно напряженным, я нахожусь в постоянном состоянии скуки. Я не могу этого объяснить. Я вижу, как другие люди живут своей жизнью, и они говорят, «О, я не могу дождаться выходных, потому что хочу посмотреть этот фильм». Ты с нетерпением ждешь выходных, чтобы сходить в кино, ждешь выходных, чтобы напиться. Для меня все эти вещи кажутся такими обыденными. Они ничего не значат. Если я не нахожусь в ситуации, когда испытываю стресс, беспокойство или заинтересованность, то я чувствую себя в депрессии. А эта депрессия просто убивает. Если ты умный человек, и у тебя есть голова на плечах, ты не можешь просто сидеть сложа руки. Это просто скучно. Так что большинство умных людей ходят в академическую группу, чтобы избежать скуки. Но меня это тоже никогда по-настоящему не интересовало. Хотя я всегда был умным типом, и всегда хорошо успевал в учебе. Меня это никогда по-настоящему не интересовало. А потом я вижу, как люди сбираются на Эверест или прыгают со здания, и люди думают, «Зачем он это делает? Он сумасшедший!» Я понимаю, потому что некоторые люди не могут жить нормальной жизнью. Просто работать в офисе с 9 до 5 и напиваться по выходным. Это не для этих людей, это не для меня. Так что мне нужно найти что-то, что удержит меня от физической усталости. Достаточно, чтобы я не упирался в стену и от умственной усталости. Я выбрал единоборство, потому что без этого, когда я не тренируюсь, я просыпаюсь каждый день и думаю, что я буду делать сегодня. Сейчас вторник, 9 утра, мне скучно. Все на работе, а мне скучно. И в конце концов я сделаю что-нибудь сумасшедшее. Может, напьюсь или еще что-то. Потому что все развлечения для обычных людей меня просто не интересуют. Я думаю, что единственное, что могло бы меня остановить от единоборств, это если бы у меня было достаточно денег, чтобы постоянно развлекать себя. Если только я не стану миллиардером, мне нужно что-то, что поможет мне сосредоточиться и занять себя в жизни. Когда я занимаюсь единоборствами, мне приходится тренироваться 2 раза в день. Я должен тренироваться еще больше. И стресс может быть таким, который он приносит во всех аспектах. Может заменить удовольствие и занять мой ум. Это меня занимает. Я как раз на пути к тому, чтобы попытаться объяснить это. Когда я не смогу перестать заниматься этим, даже если проиграю 100 боев, потому что я не создан для нормальной жизни. Я не могу просто завести ребенка с какой-то девушкой, сидеть дома, немного поработать и расслабиться. Я никогда в жизни не расслаблялся. Я не знаю, что такое расслабление. Это просто не для меня. Я был 4-х кратным чемпионом мира по кикбоксингу. В течение 12 лет я тренировался по 5 часов 6 дней в неделю. И у меня была мотивация тренироваться, наверное, примерно в 25% случаев. В остальное время я ходил на тренировки, потому что я дисциплинированный человек. Тебе не хочется проходить через все это дерьмо в среду утром, когда ты просыпаешься и тебе приходится это делать, потому что ты дисциплинированный человек. Ты либо дисциплинированный, либо ты недисциплинированный человек. Есть большая разница между хотеть и делать. Люди говорят мне, я хочу стать богатым. И я отвечаю, хорошо, я хочу уметь кататься на коньках, но я не хочу уметь кататься на коньках настолько, чтобы учиться кататься на них, потому что это меня не беспокоит. Конечно же, если бы я мог щелкнуть пальцами и стать фигуристом, я бы щелкнул пальцами. А кто бы этого не сделал? На самом деле, я не хочу заниматься спортом, потому что мне этого недостаточно. Именно так обстоит дело с деньгами. Все хотят, чтобы деньги лежали у них перед ногами. Если бы ты действительно хотел денег, то не смог бы уснуть, пока, чёрт возьми, не получил бы их. И в этом всё и дело, потому что, когда у меня ничего не было, я не мог отвлекаться. Ты не мог отвлечь меня от того, чего я хочу. Вот кто я такой. Если я чего-то хочу, я обязательно это получаю. Я не нуждаюсь в том, чтобы меня мотивировали. Я дисциплинированный человек. Если я выделяю на работу энное количество времени, то я обязательно это сделаю. Но именно в этом и заключается суть ответа. Всё дело в дисциплине. Тебе придётся работать даже тогда, когда тебе этого не хочется. Именно так всё и должно быть, иначе ты никогда не будешь у цели. Одна из единственных вещей в этом мире, которую ты можешь контролировать, это своё душевное состояние. Ты не можешь контролировать погоду, ты не можешь контролировать других людей. Ты даже не можешь контролировать своё здоровье. У тебя может произойти кровоизлияние в мозг. И одна из очень немногих вещей в мире, которые ты действительно можешь контролировать, это твоё душевное состояние. Ты сам решаешь, являешься ли ты дисциплинированным человеком. Ты сам решаешь, счастливый ли ты человек. Ты сам решаешь, страдаешь ли ты депрессией. Это те вещи, на которые ты можешь повлиять в реальном времени в своих мозгах. Это всё, что ты можешь контролировать на земле. Если ты не можешь это контролировать, то станешь просто додиком. И жизнь будет крутить тебя по кругу. И ты можешь приземлиться где-нибудь в хорошем месте, а можешь и в собачьем дерьме. Никто не знает. Твое душевное состояние это то, что ты должен уметь контролировать. Если ты не можешь проснуться и сказать, сегодня я заработаю немного денег. И действительно постараться изо всех сил и действительно посвятить себя этой задаче, то если ты не можешь этого сделать, то... Каждый мужчина понимает, что тебе не следует жаловаться на то, что ты не можешь изменить. Ты должен действовать честно. Ты родишься с определенным ростом, а потом будешь сидеть сложа руки и размышлять, что же мне делать. Ты становишься лучшей версией самого себя, точно так же, как это делают все остальные. Ничто из того, что связано с ростом, само по себе не является достаточной ценностью для меня, чтобы быть ценным человеком. Как мужчина, ты сам создаешь свою ценность. Страдился с картами, которые помогут тебе. Конечно, это было бы идеально. Если у тебя рост метр шестьдесят, тебе нужно стать богатым, сильным, веселым, харизматичным, интересным и остроумным. Если у тебя рост два метра, тебе также нужно стать богатым, сильным и иметь хорошие связи. Это та же самая игра. Так что сидеть и жаловаться на свой рост, это просто глупо. У каждого из вас есть несколько примеров такого поведения. Ты мог попасть в автокатастрофу в возрасте четырех лет и потерять ногу. Ты хоть немного понимаешь, как тебе повезло в этой жизни. Это настоящее везение. Только благодаря удаче ты сохранил полную работоспособность, сидя здесь, способный учиться, слушать и смотреть. На самом деле, тебе не обязательно быть таким высоким, если ты важен и богат. И когда ты входишь в комнату, ты думаешь, что когда гребаный Мэйвезер заходит в комнату, людям все равно? Зафиксируй этот кадр в своем сознании. Ты воспринимаешь себя как невысокому мужчину. Прекрати это делать. Стань мужчиной и веди себя как настоящий мужчина. Мужчины рисковали жизнью на поле боя, чтобы контролировать участки земли. Почему? Потому что это была империя. Они хотели быть частью ее. Сейчас нам не нужно этого делать. Вы можете создать канал на YouTube или построить бизнес. Вы можете что-то придумать. Но это те же самые биологические триггеры. Это те же эволюционно заложенные мотивации. Это то же самое, что заставляет человека хотеть работать и стать генеральным директором крупной компании. Это то же самое, что заставляло людей стремиться к завоеванию Рима. Но вы правы, это искреняется из нас мейнстримом. И это делается специально, потому что так из тебя делают раба. Неправильно быть таким, Эндрю, это неправильно. Почему ты должен быть таким? Почему ты не можешь просто быть счастлив, не имея практически ничего? И просто работать на обычной работе? Почему ты чувствуешь, что ты особенный и тебе нужно обязательно чего-то достичь? Почему ты не можешь быть таким же, как все остальные люди? И знаете, я постоянно говорю об этом. Вы никогда не должны перенимать мышление тех, кто грустит. И большинство людей, которые задают здесь свои вжительные советы. Если ты спрашиваешь себя, я счастлив? Ну да, я вполне счастлив. Но ты принимаешь антидепрессанты, или у тебя депрессия в прошлом году? Или ты говоришь о том, что большинство из этих людей дают советы? Ты бы даже не хотел быть на их месте, так зачем тебе их слушать? Я не собираюсь никого слушать, пока они не станут счастливы и меня. Иначе я не буду никогда слушать такого типа, понимаешь? Так что да, это искреняется мейнстримом. Потому что они хотят, чтобы мы все были рабами. Они хотят, чтобы мы были рабами. Людям, которые управляют миром, нужны люди, которые будут чистить их машины и строить их лодки. Рабы, вот и все. И сейчас я вам буду рассказывать все главные секреты железной воли. Если вы это купили, то логично, что вы хотите знать все эти секреты. Потому что понимаете, насколько важно мышление и ваша воля. Потому что жить в мире с мышлением, которое очень легко подавляется внешними факторами, это очень сложно. И с этим курсом вы укрепите свою волю. Но не нужно забывать, что мы все люди. И всем нам присущи эмоции. Ты не сможешь стать роботом. И сейчас я не буду учить, как стать пустым, безэмоциональным человеком. Нет, это не про это. Я буду учить тому, что вам нужно понять. То, что вы человек, и у вас есть эмоции. Это прекрасно. Главное понять, как их использовать по правильному, а не против себя. Это во-первых. А во-вторых, то, что эмоции не мешают вам делать то, что вы должны делать. Я говорю об этом часто с людьми. Я говорю, я не хотел тренироваться на протяжении трех лет. Но я все равно это делал. Даже сейчас. Я в своей тренировочной майке. Я это начал записывать сразу, как закончил тренировку. Я посвятил свою жизнь тренировкам, потому что я хотел драться. И у меня никогда не было такого чувства после того, как проснулся. О, я хочу потренироваться. Я никогда не чувствовал себя так, но я все равно делал то, что должен. Я тренировался в любом случае. Так что это один из моих первых доводов. Вы научитесь очень многому за этот курс. Во-первых, то, что нельзя давать своим эмоциям контролировать себя. И во-вторых, зачастую делать противоположное того, что ты не чувствуешь или не хочешь делать. Важно понять то, что ты не всегда будешь хотеть делать что-то. Ты не всегда будешь замотивирован. Идея того, что тебе нужно быть мотивированным, чтобы что-то сделать, показывает, насколько ты ленив. Мне нужна мотивация, чтобы идти в зал каждый день, даже если я это ненавижу. Потому что я использую свой мозг в правильном направлении. Бог благословил меня разумом. Я делаю то, что я должен делать, а не ведусь на поводу своих эмоций. И мне не важно ничего про мотивацию. И в этом курсе будет несколько видео, в течение которых я вас буду учить своему железному разуму. Который, конечно же, будет вам помогать достигать разных успехов в жизни. Потому что буквально вся жизнь состоит из того, что тебе нужно достигать успехов. И убедиться в том, что ты делаешь свою работу хорошо. Делаешь это быстро и делаешь это профессионально. Да, это настолько просто. Если вы смотрели мои видео на ютубе и так далее, вы знаете самые базовые тезисы. Обязательно посмотрите их, чтобы ознакомиться. И тогда ваш разум будет готов к тем советам, что будет в этом курсе. И этот курс, который будет состоять из нескольких видосов, будет состоять из упражнений, которые ты будешь делать. С помощью которых укрепишь свой разум до того, что не будешь терпеть никакие неудачи. Потому что если твой разум не позволяет тебе проигрывать, у тебя остается одна единственная опция. В этом первом видео мы научимся обычным вещам, но очень важным. Я не был и никогда не буду таким типом, из которых, ну вот вы знаете, там, мотивация, вдохновение, все такое. Я не хочу быть таким. Потому что, как минимум, я не верю в мотивацию и вдохновение. Я не верю в это дерьмо. Я не буду сидеть здесь и говорить то, что все, что тебе поможет, это мотивация. Нет, я не буду делать такого. Я здесь просто вам расскажу все, что я делаю сам, что позволяет мне выигрывать всегда. Так, первое, о чем я хочу рассказать. Если ты посмотришь на любую историю, любую историю супергероя, у них есть одна общая черта. У них у всех есть противник. Не существует супергероя без главного злодея. В любом фильме, комиксе, мультфильме это всегда так. Есть хороший парень и есть плохой парень. Так что логично, для существования супергероя должен быть злодей. Очень сложно куда-то слишком сильно вперед продвинуться без этого способа. Так что в нашем примере мы хороший парень, я супергерой. Я об этом говорил много раз, что жизнь для мужчины сложная штука. Жизнь женщин гораздо легче. И очень легко смотреть на себя с позиции того, что ты супергерой. И жизнь в общем станет легче, если ты увидишь себя как супергероя. Потому что в каждой истории герой страдает. И когда ты понимаешь, что ты страдаешь из-за того, что ты герой, то в этих страданиях начинает появляться новый смысл. Так что когда у вас случай, типа, ваша женщина не уважает вас, у меня нет денег, я там стараюсь, но ничего не получается. И либо ты можешь сидеть и жаловаться, либо отнестись к этим проблемам по-другому. Сказать, что я герой, мне нужно страдать. Просто скажи себе, да, жизнь будет непроста, потому что я мужчина. Как и этот герой, мы должны пройти через испытания и через тесты жизни, чтобы стать кем-то. Потому что каждый мужчина супергероя прошел через такое дерьмо до того, как он стал супергероем. Вы же все видели фильмы про Бэтмена. Сначала убили его родителей, потом он сидел в тюрьме. Все это дерьмо, и только потом он стал супергероем. И даже в этих идиотских супергеройских фильмах так и все работает. И жизнь мужчин действительно такова. Ваша цель на данный момент понять то, что вы герой, и вы страдаете ради очень большой цели. И то, как вы смотрите на эти страдания и справляетесь с ними, решает твое будущее. Ты либо выиграешь и станешь супергероем, либо сдавишься и просто проиграешь. Так что будьте рады своим страданиям. Это очень важно, это первая вещь. Второй момент, это ваш противник, злодей. Большинство людей думают, что это должен быть какой-то существующий человек. И я вижу это очень часто. То есть ты супергерой и должен быть суперзлодей. Если ты сидишь дома, ты беден, у тебя нет ничего, ни девушки, и ты видишь меня, и я твой злодей, у которого 4 суперкара, все девушки мира и деньги. Возможно, ты смотришь на меня и думаешь, что я твой злодей. Люди смотрят на других людей и такие, да, вот он мой злодей. Но это неправда, это не наш случай, потому что у каждого человека разные условия. У вас есть преимущества, которых нет у меня. И также наоборот. Так что, возможно, Бог меня наградил генетическим подарком, потому что я был фантастическим боксером. Ну а вы, возможно, родились в более богатой семье, чем я. Я из очень бедной семьи. Так что у меня есть преимущества и недостатки, и также у вас преимущества и недостатки. Так что сравнивать себя с другими, это неправильно, потому что, ну, это как минимум не фейерплей. Потому что есть люди, родившиеся там в очень богатой семье, которые изначально выглядят очень классно, и у них изначально пресс. Без особых стараний. Да, некоторые люди настолько удачливы. Так что сравнение себя с этими людьми, это вам не поможет никак. Ваш суперзлодей, это тот, которого создали вы. Потому что созданный вами суперзлодей, поможет вам же стать самым лучшим супергероем. Так что вам нужно будет создать своего суперзлодея, и это будет первое задание на первое видео. И в каждом из видео будет задание для вас, и задание этого видео создать суперзлодея. И послушайте меня внимательно, это очень важно. Я говорю молодому поколению, что если они не встанут и будут усердно работать, а те не будут уверены, что они важны, то миру будет наплевать на них. 99% моего контента было направлено на мужчин, и вообще не имело отношения к женщинам. Они атаковали меня с помощью мизагонии и прочего мусора. Но правда в том, что 99% моего контента было направлено на мужчин, говоря им правду, что как мужчина ты рождаешься без врожденной ценности. Ты должен стать важным. Тебе нужно пройти через боль или страдание, чтобы люди заботились о тебе. Иначе ты не будешь замечать изменения. И не будешь вообще иметь значения. И когда я говорю об отличиях между мужчинами и женщинами, они думают, что я ненавижу женщин. Абсолютно нет. Я не атакую женщину. Я просто говорю, что женщина может проснуться, нанести макияж, пойти в клуб или на вечеринку, и все равно быть ценной. Она все еще существует. Мужчины все еще хотят ее. Как мужчина, если ты приходишь на вечеринку и не подкладываешь никаких усилий в свою жизнь, всем будет похуй на тебя. Никому нет дела на тебя. И каждый мужчина здесь знает это. И одна из лучших вещей в узком пути и мужественности заключается в том, что мы все прожили похожую историю. Это довольно круто. Мы все были подростками, которыми разбивались сердца. Мы все были неценными. Мы все упорно работали, начали получать признание. Мы все прожили похожий путь. Поэтому я говорю каждому, если ты не следуешь этому пути и не достигаешь вершины, будь то борьба, комедия, музыка или что-то еще. Если ты просто останешься где-то близко к одной и потом в возрасте 44 лет пишешь мне письмо, что ты подавлен, ну конечно ты подавлен, ты неудачник. Но это был твой выбор, потому что ты должен построить себя как мужчина. Если ты решаешь не строить себя, то твоя жизнь будет отстойной. Я видел один из твоих тиктоков, он был очень хорошим. И по-моему ты там тренировался и сказал то же самое, что я говорил раньше. Почему я должен проявлять милосердие к кому-то, кто ничего не делает? Почему я должен считать кого-то равным себе, когда я всю свою жизнь страдал, чтобы быть ценным, а ты отказался страдать и просто сидишь на заднице? Когда я прошел через бесконечные страдания, чтобы стать таким мужчином, каким я есть, а ты просто сидишь и говоришь, что мы равны. Мы не равны! Я прошел через реальное дерьмо, а ты решил не проходить через него. Это твое решение, это твое право, но ты должен жить с этими решениями. Ты не можешь жаловаться сейчас, когда я стал топ-жи, а ты нет. Это был твой выбор. То, что означает быть мужчиной, это то, что я говорил детям. Поднимайся и будет очень, очень трудно. Мир становится все сложнее, особенно для мужчины. Все это связано с признанием, со статусом. Ты не будешь иметь значения, если не встанешь и не будешь работать очень усердно. И по какой-то причине все начали считать, что я токсичен, должен быть удален. Ну да, есть и другие причины. И они предлагают Джеффри Даймера. У них есть повсюду костюмы Джеффри Даймера. Джеффри Думер повсюду на Ютуб. Это еще сериал на Нетфлик. Все его любят и думают, что это так здорово. Это как-то странно, потому что я в некоторой степени, может быть, 7-8 лет назад считался атеистом, а теперь я абсолютно религиозен. Я религиозен, потому что ты не можешь верить в сатану, не веря в Бога. Я смотрю вокруг и вижу зло повсюду. Привет, друзья, я Энтерин Дрим Джонсон, студия 21. И мы здесь, в Варшаве, Польша. Я здесь человеком. Эндрю Тейт, Кобра Тейт. Спасибо, что пришел, чувак. Рад тебя видеть. Хорошо, ночь была потрясающая, когда мы встретились вчера вечером. Бояли, покурили сигары, выпили много алкоголя. Да, немного алкоголя. Несколько лет назад мы уже встречались на один день или что-то в этом роде. Я бросил пить, периодически в течение 7 лет своей жизни я не пил. Да, периодически я бросал пить Сегодня я снова собираюсь бросить пить. Посмотрим, как долго это пройдется. Хорошо, давай поговорим о тебе. Ты популярный персонаж в интернете, где говорят о мужественности. Ты, наверное, самый настоящий плохой парень в интернете. Наш собственный Дэмбил Зерриан. Может быть, даже выше его. Да, знаю, у меня есть люди, которые считают, что я полностью плох для этого пространства. У меня есть люди, которые считают, что я делаю это пространство интересным. Я хочу сказать это ясно. Я считаю, что ты абсолютно замечательный для этого пространства. Ты и твой брат. Это действительно приятно, когда кто-то говорит что-то хорошее, а тебе время от времени. Я думаю, миру нужно гораздо больше плохих парней и гораздо больше альф. И я думаю, что часть того, кем ты являешься и всего того, что мы проповедуем в красной пилюле, является то, чтобы быть не стыдным того, кем ты являешься. Это я. Ноль извинений. Да, ноль извинений. Я им притворяюсь, я не фальшивка. Люди думают, что я играю роль, но это просто я. Это то, что я делаю. Если тебе не нравится, не следи за мной. Я думаю, что это в основном то, что проповедует моя философия. Но когда люди делают это, некоторые люди недовольны этим, потому что им не нравится то, что они видят. Я должен скрывать и маскировать определенные части своей личности, и это не имеет смысла для меня. Давай поговорим немного о твоей истории, что парни, которые тебя не знают, узнали о тебе. Ты чемпион мира по кикбоксингу четыре раза, да? Да. Ты мультимиллионер, как и твой брат, да. Вы оба американцы, слэш британцы и живете в Румынии, да. Есть еще несколько фактов про тебя? Да, у меня довольно запутанная история. Изначально я был шахматистом, когда был ребенком. Я начал играть в шахматы профессионально. Мой отец был шахматистом. А потом, когда мои родители разошлись, мы переехали в Англию. Мне не хватало шахмат. В Англии не было настоящей шахматной сцены, как в Америке. Поэтому я решил заняться следующим лучшим для меня делом, боевыми искусствами. И все говорят, шахматы, че нахуй? Потому что шахматы считают зачем-то для додиков, а боевые искусства для настоящих мужчин. Для них это очень разные вещи, на авиабазе Эндрю. Я родился в столице, а потом мы жили в Гошине, Индиана, и потом в Парти Тауне. И потом мы переехали в Англию. Я вырос в Англии, бросил шахматы, начал заниматься кикбоксингом. И потом у меня была успешная карьера в кикбоксинге. Я заработал немного денег, потом переехал в Восточную Европу по ряду политических причин. Да, есть много политических причин быть здесь, в отличие от Западной Европы. Да, это мой первый раз в Восточной Европе, и мне это абсолютно нравится. Я путешествовал по другим частям Европы, Скандинавии, Амстердаму, Британии и так далее, и я очень впечатлен. Я слышал все истории, а это нас на другом уровне. Это единственное место, где ты можешь быть свободным в Европе, я серьезно. Западная Европа, это дистопическое будущее США. Оно полностью либерально, полностью обмануто. Они приняли все эти законы, чтобы цензурировать твою речь. Все они считают тебя ненавистным. Даже твиты, другое дерьмо. Они даже арестовывают за твиты. Это безумие. Говорю, пришлют тебе несколько газетных статей. Есть женщина, которая неправильно обледила пол транссексуала в твиттере и была арестована перед своим трехлетним ребенком. Посажена в камеру на 12 часов. Это безумие. Потому что, как только они принимают закон и запрещающие говорят, что это ненавистное в отношении определенной группы, это звучит как хороший закон, но потом они полностью зарпотребляют ими. Так что все эти люди арестовываются без причины. Ты не можешь говорить, у тебя нет мнения, и все идет вниз очень быстро. Мне нравится, как ты это сказал, что Западная Европа это дистопическое будущее для Америки. Потому что я говорил об этом в тот день, что Восточная Европа, особенно Польша, кажется почти футуристически в позитивном смысле для Америки. Здесь ты чувствуешь силу, настоящую мужественность и женственность. Это очень здоровая культура. Это самая сумасшедшая вещь в этом. Без семьи, без детей, без людей, которые счастливы, что женились и живут вместе. У вас нет будущего без этого. Мы говорим о будущем. Какое будущее? Я прочитал статью о том, что Десмот это удивительный ребенок, он носил футборку, на которой было написано «Будущее — это трансы». Что за хуйня? Я сел и подумал, но такого понятия нет, как «Будущее — это трансы». Для создания ребенка нужен гетеросексуальный брак. Что такое «Будущее — трансы»? Какой-то безумный извращенный мир рождаются дети в прибирках и все геи, и это все запутано. Это супер тупо. Это не имеет смысла, как вы знаете. Это все неправильно. Будущее — замужественностью. Конечно, так что мы работаем над этим. Вся история всегда была мужской, да и патриархальной, и все такое. И женщины пытаются сказать, что все это плохая идея, что мы как-то подавляем их. И поэтому я думаю, что самая большая ошибка заключается в том, что по моему опыту мира, и на самом деле, если вы посмотрите на истинную историю мира, весь ад, через который прошли мужчины, был для защиты женщин. Вы знаете, мы те, кто умирал на войне, чтобы защитить женщин. Мы те, кто до сих пор идет на войны, чтобы защитить наших жен, детей дома. Мы, если бы мужчины действительно эксплуатировали женщин, почему бы не отправить их на войны? Потому что они могут отправить своих женщин. Мы отправим своих женщин. Это справедливый бой. Мы останемся дома. Цивилизацию и не пользуются этим. Конечно, хорошо. Они платили цену. Нет, у них была роль, которую им нужно было играть. Они имели роль. Их роль заключается в том, чтобы поддерживать нас. И это очень важно. И очень важная роль. И это абсолютно не роль, которую следует демонизировать или презирать. И это не то, чего они должны стыдиться. Но вся история была построена мужчинами. Это всегда было так. И будущее, которое не строится мужчинами, никогда не было испытано. И я не думаю, что это будет работать особенно хорошо для человечества. Это мое личное мнение. Потому что это никогда не было испытано. Поэтому мы сидим здесь и думаем, что это будет здорово. Но мы даже этого не знаем. И это не будет так.